Запуск программы Microsoft Excel осуществляется стандартными способами. Например, при помощи кнопки «Пуск» пункта «Программы». Дальнейшее расположение команды зависит от того, какие настройки вы выбрали при установке. Например, в данном случае программа вызывается из папки Microsoft Office. Программа Excel имеет иконку в виде листа с зеленой буквой «Х». Другим способом запуска программы является открытие ранее созданного в этой программе документа. Все файлы, созданные данной программой, имеют иконку в виде листа с зеленой буквой «Х». Например, откроем документ «Олимпиада». Окно программы Excel является стандартным для Windows. Первой строкой располагается заголовок окна. В верхнем левом углу находится кнопка «Офис». При выборе данной кнопки появляется список возможных действий с документом «Открытие», «Сохранение», «Печать документа». Если вы работали с предыдущими версиями программы Excel, то данная кнопка напомнит вам меню «Файл». Далее на заколовке следует панель быстрого доступа, на которой находятся кнопки для быстрой подачи наиболее часто используемых вами команд. Панель быстрого доступа можно настраивать при помощи кнопки со стрелкой. Команды, напротив которых имеется галочка, присутствуют на панели быстрого доступа. Для того, чтобы отказаться от данной кнопки, необходимо выполнить однократный щелчок левой кнопкой мыши. Кнопка печати исчезла с панели быстрого доступа. Для того, чтобы добавить команду на панель, необходимо также выполнить однократный щелчок левой кнопкой мыши напротив данной команды. Приблизительно в центре окна располагается название активного документа, в данном случае «Олимпиада», затем название программы, с которой мы сейчас работаем. И, наконец, в верхнем правом углу расположены три кнопки. Сворачивание окна, изменение размеров окна и закрытие окна. Данные кнопки существуют в двух комплектов. Верхний комплект относится ко всей программе Excel целиком. Нижний комплект относится к окну документа, открытого в данный момент. Под заголовком располагается лента. На ленте расположены все команды, которые вы можете использовать при работе с программой. Для удобства работы команды поделены по темам и размещены на отдельных вкладках. Главная, вставка, разметка страницы, формулы и так далее. Если вам кажется, что лента занимает слишком много места на экране, то ее можно свернуть при помощи двойного щелчка левой кнопки мыши. И тогда нужная вкладка будет выпадать только при необходимости. Вернуть постоянное отображение ленты можно также при помощи двойного щелчка по любой вкладке. Следующая строка содержит поле имени и так называемую строку формул. Большую часть экрана занимает рабочая область документа. Она имеет вид, характерный для таблиц. Справа и снизу располагаются полосы прокрутки, при помощи которых можно прокручивать информацию в рабочей области документа. Слева от нижней полосы прокрутки находятся ярлыки листов, а также кнопки для работы с ними. Нижняя строка называется информационной или статусной строкой и несет некоторую дополнительную информацию о состоянии программы. Также на этой строке располагаются кнопки для изменения вида представления документа на экране. Здесь же находится бегунок для изменения масштаба представления документа на экране. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...